Первый уровень диалога – это уровень наблюдения. То есть когда я стараюсь быть максимально внимательным, больше всего замечать. Замечать движение, позу, ну как бы все. И вербальные, и невербальные какие-то характеристики. Ну замечать все. И в этом смысле это определенный этап развития работы и психотерапевта. То есть когда человек приходит из какой-то другой сферы и начинает этим заниматься, ну или даже просто имеет тоже образование, но только начинает сначала, все равно нужно в течение какого-то времени развивать вот эту наблюдательность. И поэтому вот это вот такой, это неплохой уровень, он утомительный. И он переполняется, потому что узнаешь все больше и больше факторов, и становится понятно, что их объединить, ну все сложнее, сложнее, сложнее. Начинаешь замечать одно, другое, третье, и они никак не объединяются. И тогда в какой-то другой момент, как бы как вот в игрушках, набрал уже достаточно для одного уровня, и попадаешь, переходишь на следующий уровень. А следующий уровень, это уровень созерцания, то есть который построен, в общем связан вот именно с той идеологией, что наиболее сильный гештальт, наиболее сильная потребность, важная, она все равно всплывет. И нет смысла замечать все, нет смысла жить так подробно. То есть в конце концов в работе все равно будет заметно, куда идет основной этот поток, основное русло. И тогда моей задачей является как раз не пристально наблюдать, а наоборот как бы расфокусироваться. То есть и вот после определенного количества практики психотерапевты вот как раз такие расфокусированные достаточно вначале. То есть скорее созерцающие, что происходит. Ну и это следующий уровень. И он тоже важный и хороший, но это вот по мере нарастания опыта такой работы. И есть еще третий следующий уровень. Это уровень, ну у Бубера он обозначен как уровень проникновения. То есть когда вот это вот пространство, в котором мы находимся, оно является в равной степени доступным и мне, и клиенту. И там есть какие-то фигуры, избегание. То есть мы о чем-то говорим, о чем-то не говорим. То есть у нас есть вот какая-то привычная дорожка, но есть и какая-то зона, часть, про которую не говорится. Но я ее ощущаю. И в этом смысле тогда я могу задавать временами неожиданные какие-то вопросы или действия какие-то производить, которые могут попасть. То есть я ощущаю, что у нас в разговоре есть какая-то трудность, и она касается, например, еще одной фигуры, которая присутствует как бы в разговоре. И я тогда, например, спрашиваю что-то типа того, что у вас нет младшего брата. Ну и дальше это подтверждается каким-то образом позиция. Потому что вот в том, что обсуждается, как будто должен этот быть. Ну или кто-то, какое-то лицо, которое играет эту роль. Ну, то есть вот это вот проникновение, оно позволяет психотерапевту ориентироваться даже в том, о чем сейчас не говорят. То есть в этом смысле я вполне могу отходить от разговора и как бы зацепиться за что-то, о чем нет пока речи, ну и как бы к нему потом возвращать. Но это, соответственно, это тоже то, что приходит с опытом. То, что приходит с опытом, когда, ну, обнаруживаешь какие-то вещи. Вот тоже, что я упоминал, по-моему, вчера в какой-то момент, это какие-то находки адлерианские. Ну, Адлер интересная же фигура. Он был как бы первый такой отвергнутый из Фрейдом, потому что он как бы исказил с точки зрения Зигмунда Фрейда основную идею психоанализа. Основная идея психоанализа была как раз биологическая. Соответственно, все, кто говорили о каких-то других движущих силах в развитии человека, те были вот, ну, вот отступниками. А Адлер стал говорить о социальном факторе, как таком наиболее важном. Ну и вот на предмет этого был большой конфликт, он был исключен вместе со своей группой, как бы из общества психоаналитического. Вот. И это велась как бы такая полемика, ну, как сказать, ну, просто на грани, как это, обзывательств. В общем, до сих пор некоторые вещи, которые относятся к школе Адлера, они как бы не были возвращены полностью в большое русло. А, например, такая отличная, интереснейшая вещь, как порядок рождения. Ну, потому что это тот фактор, который очень сильно влияет на мою работу с клиентом. Ну, потому что, например, если мы даже берем вот старший-младший, сейчас будет речь про нарциссизм, нарциссизм чаще встречается у старших. То есть в этом смысле нарциссические особенности, они больше присущи старшим. У младших тоже бывают, но это по-другому. У младших больше пограничности, больше вот этой эмоциональной части. А у единственных? У единственных. Единственного нужно проверять по родителю своего пола, потому что единственный ребенок в семье как бы перенимает манеры родителя своего же пола. И поэтому, если, скажем, это женщина, то нужно узнавать, а кто ее мать, старшая или младшая. Потому что тогда она будет вести себя как мать, как старшая или как младшая. А дети, которые такие серединные? Средняя и двойная обусловленности. Средняя – это интересная вещь, они не описаны как следует вот в этой системе. А на самом деле там есть свои особенности, они очень интересные. Есть близнецы? Есть близнецы, это особенная ситуация, потому что из близнецов, опять-таки, они всегда неравны, то есть всегда есть ведущий и ведомый, то есть они всегда вот раскладываются на старший и младший, и там тоже есть вот эта же часть, то есть про распределение вот этой вот пограничности и нарциссизма. То есть у кого-то больше нарциссизма, у кого-то больше пограничности. Кто-то из близнецов достигает, а другой за ним следует больше. Ну вот как бы так между ними взаимодействие часто строится. То есть на самом деле вот этот порядок рождения, он очень важен, потому что нужно вполне хорошо осознавать, а я-то кто по порядку рождения. Ну вот я, например, старший брат брата. Ну и это задает совершенно определенные характеристики мои в поведении. И это было то, что в нескольких случаях вот моей работы до той поры, пока я это не учитывал, ну становилось таким, как бы это сказать, барьером, через который невозможно было пройти. То есть до того, как я про себя это вот как бы продумал, проработал, было несколько случаев, когда, например, приходила клиентка, которая была младшая сестра, и, соответственно, она находилась в сложном для себя положении, потому что она жила как бы у... Она младшая сестра, она жила у старшей сестры, переехав там, как бы потеряв все вот в том месте, где она жила до этого, а, соответственно, жила на содержании старшей сестры, и это создавало для нее большое напряжение. Ну и, собственно, и на терапию-то ее оплатила прийти старшая сестра. И в этом смысле я совершенно не понимал несколько раз у нас, насколько не клеилась работа. И она не клеилась именно потому, что я как бы включал старшего. А для нее вот это была очень болезненная точка в тот момент. У нее в ответ на это включались вот, соответственно, нарциссические блокировки такие. Вот. И, в общем, там не удалось работать. А в ряде случаев, наоборот, вот этот вот расклад очень помогал. То есть помогал как раз поддерживать. Вот. Поэтому про себя тоже вот это вот стоит, ну, просто знать, учитывать. Вот. И это же очень большая история, то есть, потому что, окей, ну, вот, например, мужчина у нас старший брат, да, например, а я выясняю, вот, по поводу каких-то трудностей с женой. Выясняю, а кто у него жена. Вот. А жена у него тоже старшая. Ну, и я так про себя сразу понимаю, окей, это трудности, связанные с властью. То есть, если старший и старший, то это будут трудности, связанные с властью. Если младший и младший, то это трудности, связанные с любовью. То есть, кто-то кому-то недостаточно выразить любовь, еще что-то. Вот. Младший и старший – это устойчивее структура. Вот. И там могут быть и те, и другие сложности. По-разному. Вот. Но, тем не менее, это все тоже стоит учитывать. Интересный фактор просто, поскольку вот про это было. Вот. Ну, и еще про психотерапевтов. Ну, вообще, у Фрейда была такая находка в свое время использовать метафору мифа для того, чтобы отражать какие-то психологические особенности человека. Мифы, они широко распространены, известны, отражены там во многих сказках и так далее. И поэтому объяснение каких-то особенностей поведения человека через миф оказывается, ну, как бы, понятным очень многим людям. То есть, скажем, тот же миф об Эдипе, ну, более или менее, хоть отдаленно кто-то слышал, и в этом смысле, соответственно, про эдипальность, эдипальные конфликты и так далее. Все это становится понятно, о чем идет речь. Ну, вот, и точно так же был использован миф о нарциссе. То есть, тоже, по поводу которого, ну, все знают хотя бы немного. То есть, что вот был такой прекрасный нарцисс, который уперся в свое отражение в воде и превратился в цветок. Поэтому у цветка там головка такая наклоненная вниз, в сторону воды. Вот. Но с нарциссом вообще все вот мифы греческие, они такие взаимно переходящие, и там одни и те же персонажи фигурируют. Вот. И вот в одном из исполнений этого мифа, например, наиболее распространенном таком, начинается он с возникновения очень интересного персонажа. И здесь была как раз речь и о метафоре психотерапевта. Вот. Этот интересный персонаж – это предсказатель. Потому что вообще вся вот эта особенность, ну, как бы, в соответствии с которой нарцисс дорос до каких-то вполне таких симпатичных лет, она была обусловлена предсказанием, потому что, ну, раз ребенок родился, то нужно нести к предсказателю. Предсказатель предскажет судьбу. А вот эта фигура предсказателя для меня такая как раз метафора психотерапевта. Потому что это, как бы, ну, человек, который отчасти ориентируется на опыт, а отчасти на какие-то не очень ясные веяния, не очень ясные направления. Вот. И в данном случае во многих других местах фигурирует такой вот этот вот предсказатель Терезий. История Терезия следующая, что когда он был подростком и пас коз, он возвращался с козами с пастбища, значит, ну, с холма в деревню, и на дорожке увидел двух совокупляющихся змей. Он испугался, соответственно, ударил палкой и одну из змею бил. Ну, другая змея оказалась, значит, вот какой-то лесной феей, то превратившейся в змею или еще что-то. Ну, и, в общем, как бы, в ответ на вот разрушение вот этого процесса, соития, эта змея, соответственно, наложила заклятие, в соответствии с которым в течение, ну, скольких-то лет, не помню, скольких, вот, в течение, по-моему, то ли по-разному, то ли года, то ли, там, пяти лет, в общем, по-разному говорили. Вот Терезий должен был быть мужчиной, а потом — женщиной. Потом опять мужчиной, потом опять женщиной, потом опять мужчиной, потом опять женщиной. От этого как раз имя, Терезия и Тереза. Ну и, соответственно, в течение какого-то времени это продолжалось. И потом наверху между Зевсом и Герой в какой-то момент возник спор. Спор по такому тоже мифологическому пункту, который периодически возникает. Кто получает больше удовольствия от секса, мужчина или женщина? Вот. И, ну, тут подвернулась такая ситуация, что как же есть вот такой Терезий, который периодически то мужчина, то женщина. И надо его пригласить и спросить. Ну и вот, значит, они его пригласили так в порядке этой самой семейной терапии. Ну, кто получает больше удовольствия от секса, мужчина или женщина? Вот. Ну, и Терезий честно ответил, что в 10 раз больше получает удовольствие женщина. Этот ответ Геру не удовлетворил, и поэтому она, Терезия, ослепила и, соответственно, ну, как бы сделала резко стариком. Вот. А, соответственно, Зевс, наоборот, его наградил, потому что за победу в споре. Вот. И наградил его даром предвидения и вечной жизнью. Ну, как бы. То есть в теле старика. Вот. Слепого старика. Нормально, да, такая картинка? Мало было неудачи мужчин и женщин. Вот. Так что вот такая вот произошла история. Вот этот вот Терезий, это очень интересный такой персонаж, который, в общем, отчасти похож на психотерапевта такого идеального, который, в общем-то, должен быть в возрасте, вот, должен быть, ну, возможно, в чем-то ограничен, ну, вот в данном случае слепой, но в другом смысле не ограничен, в другом смысле стабилен. То есть в этом смысле метафора вот терапевта, мне кажется, что она такая, как раз, как бы, роль Терезия. Вот. Ну, и вот этот Терезий предсказал нарциссу, ну, в смысле, родителям нарцисса, что все в порядке будет с ребенком, ну, если он не увидит своего изображения. Ну, и как бы все было более или менее, только нарцисс такой он был, ну, отлично развивающийся мальчик, красивый там и так далее. Ну, в доме не было нигде зеркалы, вокруг, значит, их убрали какие-то, где могли отражаться, где он мог увидеть свое отражение. Ну, поскольку он был очень такой красивый, реально умный, красивый, ну, просто прелесть какой, вот, то, соответственно, ну, мифологические женщины также на него стали обращать внимание. влюбилась в него нимфа-эха. Но, поскольку вообще богиня Гера была достаточно такая, ну, то есть, как бы сказать, все, в общем, симпатичные мальчики должны были ей как-то принадлежать, вот, то она тоже наложила на эту нимфу заклятие, на предмет того, чтобы нимфа-эха могла только повторять за кем-то. То есть, не могла генерировать собственные тексты, а могла только вот повторять. Ну, и дальше эта нимфа везде таскалась за нарциссом и ждала, что он в отношении чего-нибудь скажет, что люблю. Ну, типа, ох, как я люблю пирожки там с капустой. Или еще что-нибудь. Но этот план для нее не удался. Не удался, потому что вообще одним из признаков вот нарциссизма является то, что человек очень серьезно относится к слову «люблю». Вот. И сказать, что люблю пирожки, ну, где я, а где пирожки? Да, 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 да. Вот. То есть, в этом смысле, в лексиконе вот нарцисса или нарциссической части, слово «люблю», вот оно такое непростое. То есть, когда я обнаруживаю, что я его сильно избегаю, то я думаю, что да, вот сейчас, наверное, у меня посильнее вот именно нарциссическая такая составляющая. вот это вот один критерий, такое включение нарциссической составляющей. Другой критерий, ну, люди здесь возмущаются периодически, потому что обнаруживают себя. Но, тем не менее, это не мое изобретение совершенно. Это как раз то, что встречалось в нескольких книгах, и я даже не знаю, откуда это пошло. Насчет того, как определить клинический нарциссизм. Если человек говорит, что ему незнакомо чувство зависти, это клинический нарциссизм. Потому что нормальный человек продвигается вперед за счет чувства зависти, за счет того, что ему что-то понравилось вперед. Вся реклама на этом построена. И тогда есть интерес, есть возможность какая-то двигаться вперед. Я обнаруживаю что-то, что есть у другого человека, и сейчас, благодаря эпохе тиражирования, я все это могу получить. Это раньше за какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь святой грааль можно было положить тысячи людей, потому что он один был. А сейчас бы этот святой грааль поставили бы на поток, так, чтобы просто у каждого свой никаких проблем. Вот в Гештальте традиция, что плохих-то чувств нету и плохих переживаний, но они могут быть чрезмерные, неадекватные. И тогда у нас есть здоровая зависть и зависть токсическая, отравляющая. Здоровый стыд и стыд токсический, который тоже является отравляющим. И так далее. То есть есть здоровый какой-то уровень переживаний, и там это переживание нормально, а есть такой, что нарушает. Ну, например, не знаю, что ж такое сказать. Ну, например, я там могу переживать, что, не знаю, не могу быть юной гимнасткой. Но, в принципе, я никогда и не стану юной гимнасткой. И если я очень про это переживаю, то чем больше я в это вот утыкаюсь, тем больше я себя буду отравлять, потому что я не такой. То есть, ну, я не знаю, если, как в этом мультфильме, там, я мамонт, а, соответственно, представляю себя белкой и пытаюсь лезть на дерево, то, понятное дело, что ничего хорошего из этого не получится. Пожалуй, здесь про реабилитацию нарциссизма несколько слов. Во-первых, ну, что его привело вот на этот берег речки, и что его воткнуло вот в это отражение собственное? Ну, красота. Он искал хоть какого-нибудь красивого человека. Мы по умолчанию думаем, что нимфа Эха была красивая. Ну, типа, нимфа красивая, но, похоже, так себе она была не очень. Так бы нарцисс мог в неё воткнуться-то, и вот там, ну, не получилось. Он ходил и искал, вот, ну, как бы пытался обнаружить что-то красивое, и в конце концов нашёл себя, и как бы и замкнул эту энергию на себя, вот энергию поиска красоты. Поэтому в основе нарциссизма вообще лежит вот этот поиск совершенства, красоты, хорошей формы. И без вот этого здорового нарциссизма у нас нету никакого стимула искать чего-то подходящее, прекрасное. Ну, я не знаю, там, подбирать какую-нибудь себе одежду, вот, вообще как-то думать о том, что и как, насколько я красиво там выражаюсь. Вот, жить в красивых жилищах, там, оборудовать. Для этого нужен здоровый нарциссизм. И это очень важная вещь, нарциссизм, и очень хорошая. Второй пункт в отношении реабилитации нарцисса. Вообще-то, он был красивый, умный и вполне совершенный в соответствии с вот этим мифом. То есть, для того, чтобы быть нарциссом, нужно иметь хоть какие-то способности. И в этом смысле способности нарциссизма, они, вот, ну, встречаются. И да, там есть возможность чего-то достичь. Ну, я вчера уже упомянул Александра Лоуина книжку «Нарциссизм». Подзаголовок у книжки «Нарциссизм» такой очень интересный. Для меня он был очень ёмким. «Отрицание истинного я». То есть, проблема не в том, что я пытаюсь себя улучшить или как-то развить. Это вот здоровый нарциссизм. А проблемы начинаются в тот момент, когда я, как бы, считаю при этом себя неподходящим, негодящимся. Вот тот, который я сейчас, ну, не знаю, например, там, не знающий в совершенстве языки. Или там, не достигший ничего там в какой-нибудь, не знаю, спортивной такой области. Ну, то есть, там, не знаю, катаюсь, там, болтаюсь под парусом, а никогда ничего в соревнованиях никуда не лазил. То есть, как бы, это я не гожусь. И в этом смысле я ничто в сравнении вот с теми, кто включается, кто делает. То есть, как бы, вот это вот обесценивание, отрицание собственного «я», то есть, что я не гожусь такой, как я есть, я должен стать другим, быть другим. Лучше, более подготовленным, больше знающим. Вот память у меня не годится, потренировать надо. Потому что... То есть, проблема не в тренировке памяти, а проблема вот в этом отрицании истинного «я». То есть, то, что я себя вот в своих истинных размерах, такой, как я есть, не принимаю. И тогда, по еще одной метафоре описания нарциссизма, я становлюсь похож на такого стрелка, который как будто нарочно то вверх берет сильно, то вниз. Но никак в свою истинную величину не попадает. И тогда работа, соответственно, психотерапевта в том, чтобы постараться все-таки удерживать эту истинную величину человека. И как бы именно к ней адресоваться. То есть, когда нарцисс улетел, он такой распрекрасный. Ну, если я адресуюсь к этому, я укрепляю тот полис, который является неадекватным, ложным. На самом деле он не такой прекрасный. Потому что вот эти вот нарциссические, сильно, очень сильно нарциссические люди, приходя ко мне, затрачивали много времени на описание своих успехов. То есть, это было как бы важно. И в этом смысле мне нужно было, не умаляя их успехов, сказать, что вообще-то мне важно другое. Но у меня же есть мой собственный нарциссизм. И мне тоже должно очень как-то быть приятно, что ко мне пришел такой вот важный человек. И вот мы с ним говорим о каких-то важных вещах, о каких-то больших там вложениях, о каких-то судьбах вообще там, я не знаю. Цель терапии с нарциссом? Цель терапии, ну в общем, поддержать именно истинное я. То есть, не вот это супер, и не вот это, то, что я не могу, а истинное. То есть, адресовываться к тому размеру человека, который реально есть. К тем возможностям. А меня тоже этот самый, вот этот безумный стрелок все время сбивает. То, как бы рассказывая про свои великие успехи, то говоря о своей ничтожности. Опять-таки, если я это буду обесценивать его успехи, или каким-то образом не реагировать на его переживания негативные, это тоже плохо. То есть, мне нужно как-то это учитывать, но в то же время адресоваться к реальному, к реальности, к тому, что есть. вот это очень такой важный момент в работе вот с нарциссическими такими переживаниями. что еще важно? Ну вот там в книжке Лоуэна приведена история, там начинается как раз с истории обращения одного такого очень серьезного нарцисса, который обратился, потому что он совершенно не понял, почему от него жена ушла. потому что, в общем, он прекрасный по всем параметрам. То есть, он успешный, очень успешный бизнесмен. вот, он себя поддерживает в отличной форме, он, соответственно, проявляет к ней всячески заботу, ни разу не сказал ни одного грубого слова. Соответственно, все праздники он дарит подарки. В соответствующее время организует какие-то мероприятия, выходы в ресторан, еще так далее. А организует регулярно хорошие поездки, соответственно, и лучшим образом. То есть, как бы на самом деле в этих отношениях, в общем, для него ее-то не было, да? То есть... Это обязательное место только так? Это обязательное место только так? Для кого обязательно? Ну вот, что для него его жена, ну, типа, была не важна в этих отношениях, а была, ну, как образ идеального семьянина. Нарцисс замкнут на себя. Цветочек, цветочек. Увидел свое отражение, и все. И вот пробраться, соответственно, вот в эту форму организации опыта, форму организации границ контакта, она называется эготизм. Ну, очень сложно. То есть, в этом смысле, как раз, ну как, это человек, который замкнут на себя. Очень сильно. Ну, поскольку Александр Лоуин, понятно, связан больше с телесной традицией, с рейхианской, то там довольно много всего относящегося к проявлениям телесности у нарциссов и так далее. Вот это потому, что действительно усиленное внимание к своей форме физической, к своему телу. И опять тут есть вот здоровый уровень, а есть вот этот вот уже клинический, который как бы, ну, остальных отсекает. Вот. Ну, и я уже упоминал, что на самом деле самым большим авторитетом в области нарциссизма является Хайнс Кухут. И вот у него работы в наибольшей степени посвящены нарциссизму. Но, как бы, естественно, те, кто обращают внимание на нарциссизм, они обращают, как бы, отражаясь собственным нарциссизмом. Поэтому, ну, это люди, у которых есть особенности. Вот они друг на друга не ссылались, они, значит, ну, в чем-то были вот такие действительно замкнутые и сильно на себя и остаются, да, так, по книжкам, по всяким материалам. Вот. И Хайнс Кухут поэтому, он как бы настолько сочувствовал вот этой самой трагедии изоляции нарцисса, что был, как бы, просил избегать вот этого слова нарциссизм. И говорил о нарциссе, как такой биполярный человек или трагический человек. Ну, потому что, как бы, жизнь нарцисса – это действительно трагическая история. Причем чаще всего, да, и реальная такая. То есть, это история вот этих взлетов и падений. То есть, она вполне такая драматическая. про воспитание нарциссы. Если вы хотите сформировать у ребенка клинический нарциссизм, как нужно делать, как вести себя, возвращать или даже насильно в него, ну, как бы, включать это вот самое грандиозное «я». А каким способом? Ну, например, таким, что давать почти непосильные задачи. Задачи, которые слишком сложны для возраста. Ну, вот, например, одна из вот этой группы таких очень ярких нарциссов, вот одна женщина рассказывала свою историю, что, как бы, поскольку она была, во-первых, старшей, во-вторых, очень, как бы, ну, как разумной, очень такой продвинутой, то, например, в общем, начиная с младшей школы, она возила своего брата младшего сначала в детский садик, потом, значит, в школу, соответственно, причем она возила, это было в течение часа, то есть автобус с пересадкой на метро и так далее. То есть, вообще-то, она выполняла непосильную работу для девочки вот такого вот возраста. Вот. Но, естественно, выполнив эту работу, она ощущала, что она как бы не она. То есть, ей, как девочке, это страшно и сложно, и так далее. А вот, выполнив, она как бы получала больший размер, то есть, ну, раздувалась, да, до каких-то вот таких величин, которые больше. То есть, вот, если вы, как родители, хотите сформировать у ребенка нарциссизм, то давайте ему очень сложные, почти непосильные такие задачки, с которыми трудно справиться. И вот, если справляется, то нормально. Дальше вот это все там, как это, как в этих романах, там, 15-летний капитан, там, дети капитана Гранта, вот, пожалуйста, да, мальчишки-бальчишки, хороший путь формирования нарциссизма. То есть... Нет, некоторые дураки у них, они не справляются с этим задачам. Вот. То есть, ну, если бы вот эта девочка была дурой и терялась постоянно в городе, еще что-то, ну... Не удалось бы сформировать нарциссизм. Мне кажется, высший пилотаж, если бы она даже теряется, возвращалась домой из любой точки города. Ну да, тоже. Так что требуется давать вот какие-то сложные задачи. Как бы оставлять ребенка одного в сложной для него ситуации слишком рано. Ну, как бы в то время, когда еще нет достаточных возможностей для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Ну, как такое одностороннее, как бы сказать, этот самый... Ну, вот если представить отношение между мамой и ребенком, так как объяснял в свое время один коллега. Вот. Ну, и как бы у нас есть мост, он разводной. И вот, в принципе, подразумевается, что я в любой момент могу обратиться. То есть, в любой момент я могу получить какую-то поддержку от мамы. То есть, если это вот про... там, я не знаю, обезьяну и искусственную маму, да, то вот она есть, эта мама. А тут в этой ситуации как бы размыкается с одной стороны мост. Со стороны ребенка-то он остается, а вот мама оставляет в какой-то сложной ситуации с тем, чтобы сделать что-то, ну, почти невыполнимое. И ребенок делает. Но, делая это, он получает такую смесь из вот этой обиды, связанной с брошенностью в предыдущего фрагмента, да, и удовольствием от того, что достиг чего-то. И, соответственно, компенсацией вот этой обиды является то восхищение, которое он потом получает. И в этом смысле любовь, которую требует нарцисс, это восхищение. То есть восхищение, это просто детали, это не вреды нарцисс? Да. То есть это то, что запрашивает, что воспринимает нарцисс. И это то, что, например, в ответ на это дает как бы мой нарцисс. Потому что, а восхищается-то кто? Моя вот эта же часть и восхищается. Если, например, клиент мне рассказывает какую-то историю, которая должна у меня вызвать восхищение, он обращается вот к моей нарциссической части. И в ответ, значит, соответственно, ну для того, чтобы поддержать контакт, ну я могу дать и такой ответ. Только это у нас ну не работа на изменения, не работа на продвижение, а работа просто на поддержание отношений. То есть, в общем, немного того, чего он требует, мне нужно давать все равно. Потому что, если я буду слишком жестко фрустрировать, совсем уж не давать то, что запрашивает человек, то очень велика вероятность прерывания наших отношений. Но как бы всегда нужно быть чуть меньше, чтобы этот вот голод в отношении проявлений какой-то любви, в том числе и любви к себе, к другим, чтобы у нас оставалась энергия, ну то есть фрустрировать одну форму для того, чтобы в другой форме было, осуществлялся обмен. Если я не хочу задавать некрасивное задание, а потом, он их выполняет, мы ему говорят, ты что, привела ребенка, он тебе ведь вверх на него залез, ты не могла похудеть за ним? Это же совсем такое воспитание? Нет, почему? Это воспитывается еще одна часть, которая тоже есть у нарциссы, и которая является вот этим самым таким избегаемым, неприятным, болезненным ощущением. Стыд. Стыд, поскольку я не соответствую, поскольку вот грязно и так далее. Когда ребенок же не будет стать своей грандиотностью, его хвалить-то не будет? Ну, во-первых, если речь идет о ребенке в таком соображающем со способностями, то он и сам оценивает, что круто поступил. Вот даже если и в этом смысле, поскольку он это уже сделал без мамы, которая вот вынудила его делать таким образом и без папы, то, соответственно, он готов уже их и отбросить. Отказываться от контакта. То есть я сам справлюсь, это вы тут недостойные какие-то. Непонимающие. То есть это может привести к разрыву отношений с той стороны. То есть мост с той стороны тоже может быть поднят. И тогда уже туда не попасть. Рано или поздно он поднимается. То есть в этом смысле нарцисс, он как раз тот, у кого этот мост поднят и не опускается в отношении с родителями. И они либо находятся, соответственно, на каком-то пьедестале, которому нет пути, либо они обесценены. Неудачники. То есть в этом смысле действительно вот ситуация нарцисса, она такая драматическая в этом месте. Для меня вот сверху мета-потребности это переход вот к психологизации, к психологической схеме. И в этом смысле мета-потребности это моя добавка, ее нет в оригинальной таблице. Мета-потребность здесь это свобода обращения. В общем, нарцисс хочет получить свободу, связанную с тем, чтобы свободно вступать в контакт, свободно выходить. Его совершенно не устраивает прерывание с другой стороны. Он не страдает по этому прерыванию, потому что он уже самодостаточен, он научился обходиться без других вообще. То есть в общем другие ему совершенно не нужны. И в этом смысле такая эпоха развитого нарциссизма, которую мы сейчас имеем, естественно, она имеет и как выход такую индивидуализацию. То есть вообще-то все устроено таким образом, чтобы человек отлично мог справляться один. Да никто мне не нужен, никого не надо. И в этом смысле это тоже развитие такого же продолжения нарциссической тенденции в обществе, в жизни. То есть в последнее время ведь было довольно много споров о том, является ли нарциссизм вообще нарушением личности, ну или хотя бы даже акцентуацией. Или это норма. Вот. И речь шла о том, чтобы убрать его из разных классификаций, потому что теперь это норма. Это правда, то есть такое бывает, когда определенные психиатрические категории устаревают. Устаревают в силу того, что развивается общество, развивается наука. То есть, когда я начинал этим заниматься, то, например, была такая психиатрическая категория, как эпилепсия. А сейчас нету. Раньше говорили, что три психоза основных. Шизофрения, МДП и эпилепсия. А теперь эпилепсия, это, пожалуйста, это то, что относится к области неврологических нарушений. Все. Это не психиатрия. Уже. Они защищены от отвержения, но они нуждаются в защите от отвержения. То есть, если у нас аутист нуждается в защите от сближения, и чем похоже, похожи и отличаются нарциссы, шизоиды, как бы и тот, и другой, вот одиноки. Но шизоид одинок посредством того, что он защищается от сближения с другими, а нарцисс защищается скорее от того, что другие могут его бросить, от повторения вот этой ситуации. Он надежно от этого защитился. Но, в принципе, внутри у нарцисса есть вот это желание обнаружить другого. И поэтому как раз они и приходят в терапию, настойчиво так, потому что, в общем, этот другой должен быть особенным. Он должен быть такой же прекрасный, как нарцисс. не хуже. А тут все какие-то мелкие людишки, с которыми даже и, ну, как-то зазорно, в общем, иметь дело. Но он тоже защищается на протяжении, если не вступает в контакт. Да. Но при этом он страдает от того, что не вступает в контакт. А шизоид – нет, наоборот. Ну, все отлично. Вот. Я один, как прекрасно. И там нет мысли о том, чтобы, ну, о каком-то великом другом, которого можно найти, о великой любви, о грандиозных успехах там с теми, о славе, то есть чтобы другие люди обратили на меня. Да, боже мой. Вот. Как это? Ну, пример такого хорошего, как раз второго уровня шизоида, то есть это уже шизотипическое расстройство личности, это вот, соответственно, ну, как мне кажется, и, собственно, по описанию очень подходит. Да я думаю, что он бы и сам не стал против этого возражать. Это вот математик Перельман, то есть для которого, соответственно, вот это награждение чем-то, слава, не просто не нужны, а опасны, ужасны. Вот. Ну, то есть вот это вот то, что относится к шизоидам. А для нарцисса наоборот, он ради этого, в общем-то, и двигается, ради этого он и пытается делать. И поэтому для него триумф – это когда ну, другие признают и выражают восхищение, которое ему нужно. Но при этом, при выраженном восхищении, у меня получается как бы несбалансированное питание такое. То есть тип того, что других витаминов для жизни необходимых я не получаю. Потому что то, что касается вот разных форм любви, вот это как бы разные витамины. Они нужны все три формы. Вот. И если первую форму, то есть ту, которая связана с обменом вот шизоидным, нарцисс может получать, ну, внимание, нежность, вот как-то осторожность, вот эту форму. А то вторую форму, форму, связанную с тем, чтобы пожалеть, ну, категорически нет. Чувство жалости, ну, что вы, я не жалкий человек, ну, встречается с яростью, с негодованием, и остается как бы на таком голодном пайке, то есть, который, например, там, я не знаю, вот, недостаточен для такого полноценного гармоничного развития души. И в этом смысле душа, ну, как бы у нарцисса, она так постоянно страдает. Ну, не знаю, как вот цинга, да, недостаток витамина С. Вот так вот душа нарцисса. То есть, как бы... Да нет, то есть, нарциссическая часть человека отклонно игнорирована пограниченность? Да. То есть, если приходит нарцисс, терапию мы можем оперировать либо на шизоиды, либо на шизоидную часть, либо на нарциссическую. Да. А самые большие сложности, вот с ближайшей, с пограничной. То есть, работать на развитие пограничной. Получается, да, что дефицит именно оттуда. Вот те, кто пограничники, они как бы в плохих отношениях. Да. То есть, они наоборот не одиноки никогда. Так они сами тоже не говорят в отношениях. Они либо хорошие теряются, да. Они теряют себя в отношениях. Да. Я себя в отношениях теряю. Ну, это не одиночество. Если я потерян, то я не одинок. Слышь, вот такое одиночество, как бы я... Слияние. Я, в общем-то, я сам себя не очень хорошо в отношениях ощущаю. Ну, да. Да. Но это, в какой-то степени, это противоположность. Вот одиночество, скорее, растворение такое. Ну, да. В другом. В интересах другого, в эмоциях другого. Вот, в присоединении к другому. То есть, про пограничников это? Это сейчас, да, мы про пограничников несколько слов. Угу. То есть, ну, да. Ну, так давайте к нарциссу тогда. Хорошо. Качество личности нарцисса это грандиозность или ничтожество. Такое качество личности, как эгоцентризм, соответственно, эготизм, форма сопротивления. Вот это вот то, что касается качества личности. Внутренний объект это либо грандиозный такой всемогущий или непосильный. Такой неподъемный, невозможно ничего сделать. И мать тогда, она действует как всемогущая внутренняя часть, то есть, как бы, ну, если вот парашизоида, он съеден мамой, и как бы хочет ее съесть, да, вот это была метафора, то нарцисс, он как бы отобрал у мамы силу. Вот. То есть, в этом смысле мама, она такая, у него обессиленная. как бы он забрал себе всю силу, вот это всемогущество. Вот. Незавершенные задачи развития. Это та сложная незавершенная задача развития, с которой приходится встречаться, ну, в основном у всех людей, которые потом становятся психотерапевтами, хорошими, нормально, работающими, а именно эмпатическая индивидуализация. Это задачка, которую требуется доделать. Потому что, как правило, те, кто двигаются в психотерапевты, все равно с достаточно развитым нарциссизмом люди. Вот. И им точно, точно уж, эготизм, точно попытка контролировать, понять все про себя. Это как бы как некоторая цель. И, естественно, эта цель в какой-то момент оказывается чрезмерной и непосильной. И, соответственно, дальше нужно развивать вот эту эмпатическую индивидуализацию. То есть, каким образом одновременно сочувствовать другому, но сочувствовать не тем способом, который сочувствует пограничник, сливаясь. Вот. И так уж сопереживая. А сочувствовать, но при этом оставаться собой. Ну, то есть, как осуществлять эмоциональный обмен из автономной позиции? То есть, как понимать, что если ко мне приходит клиент и говорит о том, что у него там болит голова, то вообще-то это не моя голова болит. Но я могу этому посочувствовать. Но это не означает, что ой, у нас голова болит. Как же мы с этим будем обходиться? Вот. Избегаемый опыт вот здесь в книжке и во многих книжках, вот растиражировано во многих местах ошибка была. Вот здесь она исправлена в этой табличке. А именно для шизоида избегаемый опыт это уничтожение, а для нарцисса унижение. Это другое. А было уничтожение тоже. И там, и там уничтожение. И, кстати, в книжке напечатано, по-моему, там и там уничтожение. А на самом деле избегаемый опыт для нарцисса это унижение. И опять-таки, то, с чем я сталкиваюсь периодически, когда я говорю о здоровом унижении, то у людей нарциссические части реагируют, как же так, как может быть здоровое унижение. я говорю, ну, вообще-то оно вполне может быть. То есть, ну, как бы, если там я, ребенок, разогнался и бегу к столу, а мне говорят, вот, иди помой руки. Ну, вообще, остановили мой порыв. Мне сказали, что это вот не самый главный, и что вообще для того, чтобы делать, нужно руки помыть сначала, прежде чем за стол садиться. или когда я пытаюсь тоже, как ребенок в какой-то момент, ну, не знаю, справиться с чем-то, что является более сложным, то есть, ну, например, там, я не знаю, разобрать швейную машинку, то мне говорят, ну, нет, ты еще до этого не дорос. И убирают это от меня. Унижение? Ну, да. Но это унижение абсолютно здоровое и адекватное, потому что в своем воображении я не понял про свой размер. Я как бы вознесся, я решил, что я вот это могу, что я вот такой супер и так далее. И вот тут нужно какая-то здоровая корректива. То есть, как бы, ну, как в каком-то анекдоте, да, ну, таком про публичный дом, что вот насчет наставницы там такой, супервизора, да, в отношении, вот, то есть, когда молодые там вскакивают в эту комнату и выскакивают с криками ужас, 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 да, вот, а потом, значит, приходит опытная, ну, выходит через некоторое время, говорит, ну, ужас, ну, не ужас, 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 да, вот, вот, то есть, вот, как бы, восстановление, ну, нормального размера события без преувеличения, без вот этих самых улетов нарциссических, вот. Нарциссу очень страшно встретиться с фактом, что его жизнь и его действия не имеют значения для других, для нарцисса достаточно такая страшная фраза, собственно, это про то, что незаменимых людей нет, ну, правда, нет, тем не менее, все нормально, найдем, вот. Хочется, чтобы усилия все были значимы нарциссу, они же не всегда значимы. Ну, да, ты делаешь усилия, все хорошо, ну, хочешь делаешь, хочешь нет. И пугающие эмоции это чувство стыда и ничтожности. И вот такой всплеск, наверное, в 90-е годы, да, ну, начиная с конца 80-х, и 90-е особенно, была модная тема. Ну, в общем, сноска. Психотерапия является культурным направлением, а если это направление культура, то оно подвержено такому влиянию, как мода. И в этом отношении бывают периоды, когда бывают одни модные темы или другие. Ну, вот, в 90-х годах, например, такой модной темой был стыд. И было очень много работ разных, связанных с чувством стыда, с особенностями работы, переживанием, возникновением. То есть, вы там можете как раз потом обнаружить довольно много книг, сборников и так далее, посвященных этому. если вы посмотрите конференции в то время, то там много чего посвящено чувству стыда и как с этим работать. Потому что чувство стыда для нарцисса это очень важное переживание, это один из таких ключей, когда можно продвинуться. Другое дело, что продвинуться можно не сразу, вот, потому что это чувство является совершенно запретным и изолированным, вот, и, конечно, нарцисс при первом предъявлении, ну, если вы ему скажете, что у вас вот чувство стыда-то такое сильное, он скажет, да вы что, мне нечем стыдиться, я горжусь своими успехами, все нормально. Потому что гордость это некая противоположность, это компенсация чувства стыда. И если я пытаюсь, ну, как бы эту гордость поддержать, я компенсирую чувство стыда. То есть, а мы как-то как избегание опыта, а вот вопрос сравнения своих достижений и достижения чужих для нарцисса. Очень болезненный, страшно болезненный, то есть, как раз, поскольку зависть у него такая гипертрофированная, она легко достигает уровня токсического, то, соответственно, вот это вот полученное в результате токсичности аннигиляционная агрессия может быть вполне направлено на этого другого человека. То есть, вот тут как раз действия всякие зависти, попытки зависти чего-то ухудшить там и так далее, это все вот они могут быть здесь. Вот. Основные формы сопротивления это также дефлексия, уклонение, проекция, ну, эготизм, то есть попытка все-все-все контролировать. Отношения с другими и это обесценивание отношений. И ваши действия, то, что вы говорите, то, что вы предлагаете, нарциссам часто обесцениваются. Он сам пытается чаще всего бороться с этим обесцениванием. И в этом смысле есть такой гиперкомпенсированный вариант, гиперкомпенсированный нарцисс, который, наоборот, начинает меня фальшиво хвалить. Это с этим встречались, да? Тоже. Вот. Но хвалить совершенно не искренне, а как бы вот тем, чтобы поддержать не только собственное ложное я, но и мое ложное я. Ну, потому что для того, чтобы поддержать вот это свое ложное я, ему нужно такое ложное я терапевта. Вот. И моей задачкой является как-то аккуратно с этим обращаться, потому что делает он это, ну, из невыносимости переживания по поводу своего реального размера, по поводу своих реальных возможностей. Поэтому нужно очень осторожно. Вот. Поведение в терапии. Это вот обесценивание, как я сказал, сдерживание, удерживание разговора в формальных рамках, особенное внимание всяким социальным ритуалам. Вот. Это вот то, что касается нарциссизма. Ну, и терапевтическая установка, это что я должен делать как терапевт, сохраняя поддержку, показать, как клиент закрыт в грандиозной системе и не верить, что его могут поддержать. то есть, что как бы в результате вот этого действия он свой мостик-то поднял и навсегда его поднял, ожидая только того, кто, ну, может быть, как бы более устойчивым, более надежным, более достойным, тот, кто поддержит его ложное я. Вот. И в этом смысле, ну, он как бы все время готов его опустить. и уже устал вот ждать, пока кто-то доберется. То есть, в этом смысле там есть вот это желание другого, которого нет в шизоидной ситуации. Вот. И это, собственно, и есть интерпретация нарциссической потребности, потому что нарциссическая потребность это вот такая потребность в другом, которая сверхкомпенсирована своими успехами, самим собой, то есть, когда я сам для себя могу быть такой вот мамой. Ну, в этом смысле, как описание одного из первичных таких моментов формирования нарциссического переживания, это вот, например, когда ребенок там маленький лежит с соской в кровати, вот, там с пустышкой, и, значит, машет руками беспорядочно, и случайно, значит, соску вытаскивает изо рта. Ну, что-то непорядок, он обижается, он начинает скрипеть как-то, но мама не приходит, он терпит, мама не приходит, и, значит, вот в процессе этого шебуршения он эту соску цепляет и назад себе вставляет. И вот дальше очень интересно, потому что физиологически все вроде в порядке, но у него некоторое время сохраняется вот это болезненное, обиженное такое выражение, потому что, ну, вроде бы он сделал, но чего-то не получил. Чего он не получил? Мама не получила. И это большая потеря на самом деле. Вот. И вот эту потерю он как-то переживает. Но эта потеря остается с ним. Для меня вот эта история про обнаружение у человека вот всех трех частей она началась с этой таблицы, потому что она примирила какие-то вот эти самые соображения про то, что у нас есть вот одно расстройство, другое, третье. Ну, ничего так уж чисто в этой области не бывает. То есть и даже действительно у самого отъявленного нарцисса есть и другие части. И возможность и привязываться, и возможность как-то обеспечивать безопасность. Все это есть. И в этом отношении следующим шагом, который был у меня, это было описание вот всей этой ситуации в психологических терминах. То есть описание этого всего как динамический цикл контакта. То есть цикл контакта это один из таких краеугольных камней гештальтерапии. То есть что как бы вся жизнь организма человека построена через контакт с окружающей средой и организована циклами подхода-отхода. То есть вот эти вот циклы контакта они обеспечиваются определенной энергии. Они нарушают, есть механизмы, которые их нарушают, есть механизмы, которые их продолжают двигать вперед. То есть в этом смысле это похоже на организацию каких-то точных движений, то есть когда у нас для того, чтобы движение было успешным, нужно, чтобы действовали не только мышцы, которые его осуществляют, но не только протагонисты, но и антагонисты, которые будут удерживать от того, чтобы остановить движение в нужной точке и так далее. То есть в этом смысле сопротивление это не что-то вредное, от чего нужно отделаться, а скорее некоторая часть вот этого процесса. Ну и соответственно тогда на каждый вот этот поведенческий акт отпущено определенное количество энергии. И это определенное количество энергии, оно может быть зарасходовано условно говоря оптимально, то есть оптимально для того, чтобы обеспечить себе безопасность. Такую безопасность не на всю жизнь вообще, но для того, чтобы вот это осуществить действие. Ну например, если у меня задачей является просто покушать суп, то тогда мне нужно не обеспечивать бессмертие, чтобы покушать суп, и безопасность вот на всю жизнь, но хотя бы сесть в таком месте, где я его не расплескаю, где, значит, кто-то его там локтем не отодвинет и так далее, обеспечить необходимые все предметы для того, чтобы можно было покушать этот супчик. И это первая часть деятельности. Вторая часть деятельности мне нужно, чтобы у меня образовалось некоторое ощущение, некоторая интеграция запаха, вкуса и так далее. мне нужно с этим супчиком установить некоторые отношения, разместить его на том расстоянии, чтобы я мог легко его кушать, обнаружить, посмотреть, а что там в тарелке находится, насколько меня радует запах, все такое, то есть установить отношения с ним. Это вторая фаза, если все идеально. И третья, значит, взял ложку и нормально поел. То есть сначала у нас безопасность, потом привязанность и потом соответственно манипулирование. В результате манипулирования цикл у нас заканчивается и это может быть следующий цикл какой-то. И вот в этом цикле контакта может быть диспропорции в каждой из частей. То есть я могу либо зависнуть в обеспечении безопасности и соответственно до бесконечности обеспечивать безопасность. То есть контролировать происхождение этого супчика с самого начала. То есть так, чтобы я сам его себе приготовил, но при этом проверил все продукты, все возможное обезопасил и так далее. Соответственно я могу постараться обезопасить помещение, в котором едем от всяких воздействий, например, от вредных излучений, оклеив его изнутри фольгой и так далее. Понятно, что я описываю. Я описываю картину шизофрении. То есть когда у нас вся энергия уходит на это действие, а на что-то другое остается очень мало. То есть в этом смысле уже понятно, что речь не идет о том, какой супчик вкусный, и речь не идет о том, как его поесть, расположив, прибора, салфетки в каком-то красивом месте, еще чего-то. Про это уже речи нет. То есть как бы все израсходовано вот в этой части. Либо второй вариант это я вообще безопасность не обеспечиваю. То есть вот там вижу суп, подошел, съел. Возможно, это кто-то другой себе взял. Возможно, что это вызовет. Но я не знаю, может быть, были у вас такие случаи, но как бы это вполне. И в этом смысле это тоже такая же психотическая линия поведения. То есть чем отличается, например, сексуальный маньяк от человек с нормальной сексуальной ориентацией? Тем, что сексуальный маньяк просто напрямую движется к своей цели. А нормальный, вот он там какие-то такие движения осуществляет по дороге. Вот и все. То есть и соответственно нарушения вот в первой зоне они приводят у нас к таким психотическим разрушениям вот этого цикла контакта. Нарушения во второй зоне они приводят у нас ну либо к зависимости от этого объекта или какой-то привязанности к этому объекту чрезмерной. Потому что я тоже могу быть чрезмерно привязанным. Пример патологическая влюбленность. Ну когда вот на созерцание и слежку за объектом там своего вожделения уходят все силы вот а на то чтобы как-то наладить отношения что-то построить про это вообще не остается ничего. То же самое из этой же области это попытки оздоровиться до бесконечности ипохондрики здоровья ипохондрики вообще все невротические симптомы вот все это у нас как раз вот эта часть и эта часть она очень неприятная я сейчас постараюсь просто очень коротко но это важная вещь вот мы можем потом к ней если что вернуться вот постараюсь коротко изложить значит в течение этого периода есть большое неприятное переживание то есть когда я обнаруживаю что мне что-то нужно то я одновременно обнаруживаю что этого у меня еще нет и для того чтобы оно было мне нужно какое-то терпение то есть если я обнаруживаю например что ну как что мне хочется очень сильно хочется кушать да то я вполне могу сожрать этот супчик не обнаружив ни запаха ни вкуса ну потому что хочется очень или нет времени или еще и тогда получается у нас следующая вещь как бы супчик-то у меня попал вот и я себя чувствую что в животе у меня вот полно все в порядке а что именно я съел я не знаю то есть психологически голод остался ну потому что вот этот психический голод мы удовлетворяем образами а образ не был составлен это может быть в любой деятельности там я не знаю питание там я не знаю сексуальность тоже вот что-то было а что это было потому что не было периода вот предыдущего когда мог интерес сформироваться мог какой-то образ возникнуть вот то есть это неприятный такой период это период когда я четко чувствую что у меня что-то нет но люди хитрые и люди нашли универсальный заменитель ну как вот там я не знаю крысы которым там вживляли электрод потом назвали это центром удовольствия сейчас правда пересматривают эту идею но тем не менее вот и дальше крысы больше ничего не делали ничем не занимались а только пытались нажать рычаг чтобы стимулировать центр удовольствия вот потому что в результате вот всех этих самых продвижений ну не знаю каких-то получений сексуальных еще что-то я все равно в конце получаю вот это удовольствие и можно тогда таким длинным путем не идти а пойти напрямую потому что ну можно не пытаться избавляться например от каких-то неприятных переживаний посредством долгого унылого медленного улучшения ну своей жизни чтобы стало более комфортно ну например всегда есть возможность но как-то постепенно избавляться от какой-нибудь боли ну если она только не является невыносимой вот а можно значит ну соответственно прервать эти контакты связанные с болевыми рецептами ну за счет вот морфина которые по структуре близок к андорфину и в общем в этом смысле морфин тогда у нас все это отсоединит и мне будет комфортно хорошо исчезнет вот эта фоновая боль которая есть постоянно потому что вообще у нас болевые рецепторы все время сигнализируют ну что там сжата подошва когда стоят ноги что соответственно здесь тоже вот здесь и так далее то есть они все время дают сигналы поэтому у нас есть некоторый вот этот уровень фоновой боли мы его убираем счастье вот то есть можно не двигаться таким долгим путем а соответственно ну алкоголизация тоже хороший способ позволяет сократить многое то есть можно тогда долго не ждать и не добиваться чего-то а просто ну как бы выпил с утра весь день свободен все нормально вот не мучиться вот и поэтому соответственно на втором about вот этом на второй втором отрезке вот этой вот соответственно цикла контакта да такого химическая зависимость в этом смысле она вот с одной стороны избавляет нас от необходимости чего-то достигать а с другой стороны она избавляет нас от достижений и вот как бы как быть вот у нас могут быть самые разнообразные социопатические проявления, всякие отклонения от того, чего мы хотели добиться. Ну, хотел добиться одного, а в последний момент сменил цель, добился чего-то другого. Непонятно, нужно оно или не нужно. Или перевёл, соответственно, всю энергию в какую-нибудь ярость против кого-то. Ну, то есть, или это всё организовал нормальным способом, и просто истратив эту энергию на то, чтобы свободно обращаться, с объектом достиг, получил то, что нужно, и всё в порядке, и закрыл гештальт. Потому что в области гештальтерапии нашей целью является что? Ну, уничтожение гештальтов. Лучше всего это напоминает простую такую игру с этими пузырьками, которые лопаются. Вот их лопаешь, лопаешь, чтобы их больше не осталось, вот и всё. Третье – это то, что имеют достаточную свободу обращения, чтобы то, что мне нужно, ну, употребить, получить, то есть воспользоваться этим. Это здоровый такой цикл контакта. А в том случае, если цикл контакта нарушается, это он больной, и он больной как бы во всём. То есть все циклы контакта у данного человека, ну, например, скажем, у человека с нарциссическим устройством, будут немного направлены вот на… вот не истинное «я», а как бы на вырост. То есть на более грандиозные цели, более грандиозные какие-то достижения, чем они могут быть в данный момент. И это будет во всём, в том, как человек входит, как он говорит. Поэтому, соответственно, вот то, что я не зачитал в определении, где сам четвёртый, вот, соответственно, ну, одним из таких критериев – это напыщенность. Напыщенность, торжественность, постоянная значимость в движениях, в словах, в мыслях. Попытки думать о чём-то достойном, а недостойным там не думать. Попытки обнаружить, ну, какие-то отношения, контакты с наиболее значимыми, важными, серьёзными людьми, достойными, да, ну и так далее. То есть вот это, это как бы проявляется во всём. Точно так же, как, например, ну, то, что, наверное, и вы замечали, а уж в клинике так это всегда, что если речь идёт о больном шизофрении, то он же во всём иной. То есть он как бы по-иному входит, по-иному говорит. Вот это вот отличие, это инаковость, это, ну, как бы, когда речь идёт о больных, то все черты, вот те, которые есть у обычных людей, они просто заостряются, становятся ещё более заметными. И поэтому совершенно неважно, с каким именно циклом контакта мы работаем, с каким циклом контакта я работаю как терапевт. То есть это не про ту задачу, которую человек излагает, а про изложение этой задачи. То есть каким образом вот строится наш контакт. И в этом смысле каждая сессия – это точно такой же контакт. И моя задача как-то постараться, чтобы то, что происходило между нами, происходило бы здоровым способом. Без безмерных фантазий, без игнорирования безопасности, и так далее. То есть в этом смысле сама по себе сессия уже – это вклад в то, чтобы исправить ситуацию. Спасибо. 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 Спасибо.